Под газовым счетчиком Владимира Намесникова еще стоят баллоны, которые всего полчаса назад питали плиту на кухне. Сочинец говорит, несмотря на долгое ожидание, новость о подключении все равно оказалась неожиданной. Конечно, все было подготовлено под отопление, под газ, но до этого отапливались другими видами топлива, соляркой. То есть, соответственно, это удовольствие не дешевое было, но как-то приходилось экономить на чем-то. И газовый баллон, соответственно, плюс ко всему еще газовый баллон на газовые плиты. Сегодня это кажется далеким прошлым, хотя и происходило вроде бы не так давно. В ожидании обещанного газа местные жители разбирали дровяные печи. Казалось, больше не понадобятся. Но многие сельчане голубого топлива тогда так и не дождались. Олимпийская газификация завершилась громким скандалом. Заказчик краевой агентства ТЭК на завершающей стадии от работ самоустранилась. Газотранспортную систему в эксплуатацию не ввели. В 7 из 28 населенных пунктах сети оказались фактически непригодными к использованию. На исправление ошибок потребовалось больше двух лет. Процесс сдвинулся с мертвой точки в феврале этого года, когда президент России Владимир Путин поинтересовался у главы «Газпрома» Алексея Миллера, почему простаивает инфраструктура, в которую вложены немалые деньги. И в качестве негативного примера привел Сочи. Далеко не всегда газ, который вы подвели по трубам, своим трубам от магистральных, когда сделали отводы, доходит до конечного потребителя. Наиболее яркий пример – это, скажем, горный кластер в Красноярском крае. Горный, там, где проводились Олимпийские игры. Далеко не до всех желающих газ дошел. После недвусмысленной просьбы главы государства, цитата, «дорешать то, что еще не сделано», городским властям фактически был дан зеленый свет. А путь к мечте сельчан сократился в разы. Дорожные карты, проектная документация, монтажные работы. Строительство газопровода завершило муниципальное предприятие «Сочи Теплоэнерго». После чего уже суд поддержал требования мэрии и прокуратуры к поставщикам газа принять сети в Адлере на баланс и обеспечить подачу голубого топлива в трубу высокого давления. Горение стабильное, ровное, хорошее. Все, можно ползаться. В общей сложности запитать долгожданным газом предстоит 7,5 тысяч домовладений в Краснополянском поселковом округе и в Эмеретинской низменности. На сегодняшний день подключено около 500. Сельчане уже сейчас могут подать заявки на врезку. Срок рассмотрения документов сокращен с 30 до 10 дней. Для того, чтобы помочь людям подключиться и войти в зиму с газом, для того, чтобы отапливаться уже непосредственно природным газом, в администрации района создан штаб, во всех сельских округах созданы штабы, в которых все жители микрорайонов Адлерского района могут получить информацию по подключению к системе газоснабжения. Несмотря на то, что многое сейчас зависит уже от самих сочинцев, городские власти намерены завершить подключение жилых домов к магистральному газопроводу до начала отопительного сезона. В Сочи он традиционно начинается в середине ноября. И предстоящая зима для Владимира Наместникова, как и для его соседей, может стать первой по-настоящему теплой. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.